Спасибо за приглашение. Но расцвет, наверное, пришелся на период с 2011 по 2013 год, вот на эти годы, потому что в это время новых препаратов еще не было, с одной стороны, были исчерпаны все возможности химиотерапии, существовавшие на тот момент с другой стороны. И очень важно, что к этому времени появились новые подходы к проведению аллогенной трансплантации. Появились немелооблативные режимы, усовершенствовались режимы профилактики реакции трансплантата против хозяина. Сама методика была уже очень хорошо отработана смертностью меньшего, стали делать трансплантации более пожилым пациентам. И с 2017 года было показано, что можно делать аллогенную трансплантацию и от наполовину совместимых доноров, потому что появился способ профилактики трансплантата против хозяина с помощью постситуционного циклопосфана. Когда же в этих же годах, в 2014-2015 год, начали появляться новые препараты, появились ингибиторы брутоновской теразинкиназы, и поэтому потребовалось разобраться, а кому в этой ситуации нужно делать трансплантацию, а кому, может быть, не нужно. И с этой точки зрения был выработан консенсус между Европейской группой трансплантации костного мозга и организацией, занимающейся изучением хронического лимфолюкоза ЭРИК. И все пациенты были разделены на две группы с точки зрения риска. Высокий риск первого типа или первой категории. К ним стали относить пациентов, имеющие биологически неблагоприятный хронический лимфолюкоз, то есть у них есть мутация ТП-53, но у них есть и резистентность к стандартной иммунохимиотерапии, то есть к схеме ФСР или БР. Но у этих пациентов был получен ответ на первый новый препарат, например, ингибитор брутоновской теразинкиназы или винитоклакс. При этом в этой категории риска клеточную терапию, то есть трансплантацию костного мозга или картетерапию рекомендуют только при низком трансплантационном риске. Это значит, есть очень хороший совместимый донор, нет тяжелой коморбидности и пациент у нас молодой. Молодым называются, младше 65 лет. И второй риск, высокий риск второй категории, это когда уже развилась резистентность к первому новому препарату, к абрутинибу условно или к винитоклаксу. Тогда, допустим, более высокий трансплантационный риск, например, габлотрансплантация или что-то еще более... И таким образом был выработан следующий алгоритм принятия решения о баллогенной трансплантации. Конечно, это все пациенты высокого риска с точки зрения биологии, имеющие неблагоприятные какие-то факторы. Они должны получить, как обязательно, какой-то один новый препарат. Если пациент относится к высокому риску один и есть ответ на этот препарат, дальше мы смотрим, что же это за биологические риски с точки зрения хронического лимфоликоза. Если это комплексный креатив, было много линий терапии в анамнезе, тогда можно самым серьезным образом задуматься о баллогенной трансплантации. Но если в ответ на терапию первым препаратом был получен полный ответ, более того, если у пациента даже не определяется минимальная остаточная болезнь или если у пациента высокий трансплантационный риск, лучше продолжить терапию этим препаратом. Вот если нет ответа на первый лист, то есть высокий риск 2, тогда мы переходим на альтернативный новый препарат и продолжаем, либо продолжаем эту терапию, либо предлагаем пациенту аллогенную трансплантацию. На наши решения могут подействовать некоторые факторы. Во-первых, мы должны спросить самого пациента. Он решает все, пациент решает все, мы ему только объясняем, советуем, решение принимает он. Поэтому мы должны учесть мнение о ожидании пациента. И дальше мы оцениваем исключительно трансплантационные риски, низкие они или высокие. И вот этой теме были посвящены большие статьи, вот одна из них, которая говорит нам о том, что у пациентов при принятии решения о баллогенной трансплантации, мы должны учесть в обязательном порядке, кроме всего прочего, еще и трансплантационные риски. Потому что если у пациента есть только благоприятные какие-то факторы, не было какой-то многих линий терапии, не было аутотрансплантации в анализе, достигнута полная ремиссия, то есть перед аллогенной трансплантацией, у пациента есть родственный совместимый донор. И есть даже вот рассматриваются вопросы о благоприятной гендерной совместимости. А лучшими донорами считаются молодые мужчины для пациента, мужчины. Донор женщины считается это худшая гендерная совместимость. Тогда смертность не от рецидива будет равняться не более чем 12% случаев. 12% и все. А вот если у пациента будут неблагоприятные трансплантации, отсутствие ремиссии при аллогенной трансплантации, плохой донор, то смертность вырастет не от рецидива, сразу же минимум в 3, а то и в 4 раза. И 8-летняя выживаемость беспрогрессивная будет у таких пациентов различаться в 2 раза. 28% если есть неблагоприятные факторы и 54% если таких факторов не будет. Это очень важно. И вот крупнейшее исследование Европейской группы по трансплантации костного мозга набрало 2,5 тысячи пациентов за все время существования этой организации, которым была выполнена аллогенная трансплантация при хроническом лимфоликозе. И это исследование показало, что если пациенты переживают первые 5 лет после аллогенной трансплантации, то у них практически 80% избежать рецидива еще в течение следующих 5 лет. И если у нас пациент достаточно молодой, например, ему 45 лет, то вообще-то и он пережил эти 5 лет, то его жизнь в дальнейшем практически не будет отличаться от жизни его сверстников, никогда не болевших хроническим лимфоликозом. И вы видите, что частота рецидива через 5 лет и 10 лет оказывается очень мало. То есть в этот период времени, за это 5 лет, рецидивы происходят достаточно редко. В основном рецидивы происходят с 1 и 2 года после трансплантации гемопоэтических стуловых клеток. Это исследование было проведено до появления новых препаратов, до ибротенеба, до венетоклакса. Сейчас и БМТ работает над очень большой статьей по анализу аллогенной трансплантации, которая как раз и проведена в эру уже новых препаратов. Но пока мы не знаем результатов этого исследования. Оно началось, собрано были данные где-то в сентябре-октябре, и вот сейчас, видимо, ведется анализ. Пока я не знаю, когда будет опубликована эта статья. Поэтому очень больших исследований на эту тему нет, но есть какие-то отдельные исследования. Например, есть вот одно из исследований, где было 65 пациентов изучено. Все они были неблагоприятны с биологической точки зрения, либо имели комплексный кариотип половины пациентов, либо неблагоприятные мутации и дилеции. Все они получили либо ибрутениб, либо винитоклакс, 20% и двулисиб. Еще четверть пациентов получили сочетание ибрутениб с винитоклаксом. Возраст пациентов достаточно молодой, надо сказать, от 38 до 69 лет. Медиальная линия терапии была 3. Почти все пациенты получили полностью совместимую трансплантацию. Обратите, пожалуйста, внимание, что пациенты шли на трансплантацию в основном в частичном ответе. Полные ответы наблюдались только у четверти пациента. И что же получилось? Получилось, что беспрогрессивная выживаемость в этой группе 60% была. 14% – это смертность, не связанная с рецидивом. То есть очень низкая смертность, надо сказать. Уровень рецидивов был примерно до 25% максимум, со временем увеличивался потихонечку. И не имело значения, один препарат получил пациент или оба препарата получил пациент. Кроме того, не имело никакого значения, каким препаратом проводилась терапия. Но было большое влияние к аморбидности. Если у пациентов был повышен трансплантационный риск, то тогда беспрогрессивная выживаемость была до 50-60%. Если такого повышенного риска, то есть к аморбидности у пациента не было, то беспрогрессивная выживаемость в этой группе достигала 80% и даже выше. То есть очень и очень хорошие результаты были получены. И в этой табличке я свела все наиболее крупные исследования, которые есть на сегодняшний день, и поставила столбик с нашими данными, чтобы можно было их сравнить. Вы видите, что смертность не связанная с рецидивом. Раньше была гораздо выше. Вот с новыми препаратами она составила 13% всего-навсего. В нашем не 17%, но про наши данные расскажу еще отдельно. Общая выживаемость в целом по всем группам колеблется в районе 40-60%. И вот как только появились новые препараты, это вот группа Рекер и Савтра, которая только что приводила здесь, выживаемость уже у нас 81%. Общая и беспрогрессивная выживаемость 63%. В нашей группе тоже высокая общая выживаемость. Половина наших пациентов получила новые препараты. И вот характеристика наших пациентов. Возраст 49 лет. Очень молодые пациенты были у нас. Имели комплексный креатив в 27% случаев. Мы использовали у 45% у 15% пациентов и брутиниб как бридж перед трансплантацией. Венитоклакс был у 4%. Все пациенты у нас получили родство либо полностью совместимую трансплантацию, либо несовместимую по одному гену трансплантацию. Это были родственные, неродственные. Каплы идентичных трансплантаций у нас, как я уже говорила в обсуждении, у нас не было в нашей группе пациентов. Посмотрите, пожалуйста. Многие пациенты были вне полной ремиссии на момент трансплантации. 33% имели частичную ремиссию, 36% стабилизацию. После аллогенной трансплантации непосредственный ответ, оцененный через 3 месяца после аллогенной трансплантации, показал, что большинство пациентов стали находиться в полном ответе за счет перехода стабилизации частичной ремиссии в полную ремиссию заболевания. Здесь вы видите беспрогрессивную и общую двухлетнюю выживаемость, 73%, 62%. Если пациент шел в каком-то ответе, в полном ответе, то больше 90% пациентов у нас живы, и у них очень хорошая и беспрогрессивная выживаемость тоже. Это красная черта на нижнем графике. Если не было полного ответа, то результаты несколько хуже были. Здесь представлены данные о том, что если мы использовали новые препараты как бридж, то мы получали лучшие результаты, лучшие ответы и лучшую, и общую, и беспрогрессивную выживаемость после аллогенной трансплантации. И не имело никакого значения, есть ли пациенты для 17 по ЭЛТП-53 мутации или нет. Результаты абсолютно одинаковые. Аллогенная трансплантация преодолевает этот негативный фактор. Острая РТПХ была высокая в нашей группе пациентов, больше 63% все варианты РТПХ, но тяжелый, в 3-4 степени было не так много, в минусе 20%, что, в общем-то, достаточно приемлемо. И мы ее лечили. Хроническая РТПХ в нашей группе из 63 пациентов была у 8 пациентов. Они получали терапию в бруте неба, и у психики был получен какой-то ответ. И, наверное, говоря о том, а что нас ждет, если после аллогенной трансплантации будет ли конкурент у аллогенной трансплантации, я думаю, что будет. Здесь два момента. Во-первых, первая линия терапии с использованием комбинированной терапии новыми препаратами приведет к меньшему количеству рецидивов, и поэтому, наверное, следует ожидать уменьшения количества аллогенной трансплантации. К тому же, конечно, есть определенная ставка на картотерапию. Вообще-то с пациентов с хроническим лимополикозом все и началось. В 2010 году были выполнены первая терапия карты клетками анти-сиди-19 двум пациентам. Билл Людвиг, он находился... Все они болели очень долго, имели плохие генетические признаки. Десять лет они находились, уже больше, чем десять лет после картотерапии находились эти два пациента в полной ремиссии. Билл Людвиг, к сожалению, погиб в прошлом году от коронавирусной инфекции. Он находился в ремиссии. А вот второй ученый, Доу Колсон, болел с хроническим лимополикозом с 1996 года, получил картотерапию, получил полную ремиссию, остается в ней до сегодняшний день. И вот он сообщил, что он пробежал после всего этого лечения четыре полумерафона. Так, и картотерапия очень хороша в будущем, особенно в сочетании с новым препаратом. Например, с абрутинибом. Вы видите, что здесь уже результаты по общему ответу могут достигать 83%. И также новый подход, это генная картотерапия НК клетками. Спасибо большое за внимание. Спасибо огромное, Наталья Борисовна. Как всегда, с большим интересом всегда вас слушаем. Послушайте, у меня что-то появилось. Вот буду сказать вам или не говорить? Вдруг обидитесь, Наталья Борисовна. Я очень не хочу вас обижать, потому что вы известный трансплантолог, и спасибо вам, что вы согласились принять и проконсультировать нашу пациентку с синдромом Рихтера. Нам чрезвычайно важно ваше мнение и тот консенсус, который вы создаете, когда приезжают наши пациенты. И мы будем ждать вашей знаковой консультации по поводу синдрома Рихтера. А сегодня я могу сказать, с чем я могу уйти после вашей презентации. Итак, хронический лимфолейкоз достижения очевидны. Первая линия терапии таргетные новейшие препараты, новых таргетных препаратов. Число алмогенных трансплантаций уменьшается, и можно низвести их на нет, то есть ноль. И карто-клеточная терапия, которая сродни трансплантации костного мозга, или трансплантации гемопоэтических клеток, она похоронит этот метод, карто-клеточный подход, тоже аутологичный и аллогенный. Похоронит метод трансплантации костного мозга в том виде, который он существует сегодня. Надеюсь, не грубо. Наталья, вы не останетесь без работы, а остались. Десять переживает. Мы точно не останемся без работы, но я бы очень хотела, чтобы метод карто-клеток развивался бы в нашей стране, появился бы, во-первых, так, чтобы мы могли направлять туда действительно пациентов и в наших центрах проводить этот метод. И, конечно, я бы очень хотела, чтобы уменьшилась доля аллогенной трансплантации и увеличилась доля карто-клеток. Но когда мы... У нас есть опыт, в китайский, конечно, к нам возвращались пациенты с нехоческими лимфомами, которые получили карто-клетки, у них были рецидивы или она была неэффективна, и тогда все равно мы им старались провести аллогенную трансплантацию. Я думаю, что при хроническом лимфоликозе со временем уменьшится количество аллогенной трансплантации, и, слава богу, но есть другие показания к аллогенной трансплантации, где, несмотря даже на появление биспецифических антител, наверное, еще долго и долго придется делать аллогенную трансплантацию и, скорее всего, сочетать эти методы. Спасибо вам огромное, Наталья Борисовна. До новых встреч с вами.